Библиотекарь – это призвание. Оксана Киркалова в начале своего трудового пути. Стаж три года. Признается, работа приносит одно удовольствие, плюс постоянно развивается. Например, ищет современные подходы к общению с учениками. В обязанностях – выдача книг, проведение уроков. В первую очередь я люблю книги, читать люблю. И люблю работу, конечно, с детками. Вот это дает большие шансы достучаться как-то до детей, чтобы они читали. У нас работа вот такая, чтобы детки все-таки читали. Это сейчас большая очень проблема. Библиотека 35-й школы – это не только книги. Здесь целая интерактивная площадка. Дети узнают информацию как на слух, так и визуально. Это очень удобно и эффективно. А главное – непринужденная обстановка. После занятий можно поиграть в игры или дополнительно изучить новую литературу. Мы сюда приходим книжки почитать. Иногда нам задают домашнее задание. Мы берем здесь книжки. Очень люблю читать. Особенно моего любимого автора Пушкина. Мне его сказки очень нравятся. Я их читаю с самого детства. А ты любишь читать? Да, люблю. А что читаешь? Ну, Пушкина там. А какое произведение последнее, которое задавали, ты прочитала? Я его не читала, выучила наизусть. Это «Мёртвая царевня». Знаешь ли ты, что такое библиотека и чем тут можно заниматься? Ну да, в библиотеке можно брать новые книги, узнавать что-то новое, играть. И нам тут может рассказать что-то новое, что мы не знали, и дать какую-нибудь новую книгу. Выход в интернет тоже имеется. А главное – это доступ в виртуальный читальный зал национальной библиотеки. Можно найти редкие издания по любому предмету. Есть и большое книгохранилище. Второе в своем роде на весь город. Площадь 200 квадратных метров. Одновременно здесь может находиться до 50 тысяч учебных пособий. Чтобы расширить выбор для детей и дать возможность читать офлайн, держать в руках настоящую книгу, а не телефон или планшет, на помощь приходит Совет ветеранов. Сегодня передали в дар порядка 150 книг – классическая художественная литература. Подарок школе, классическую литературу, дарит Татьяна Анатольевна Артюшина. Человек, известный в городе, бывший депутат нашего парламента, бывший главный врач детской больницы, которая считает, что в школе должна быть классическая литература. Она сама ее очень любит. Четвертый понедельник октября. Не простой, а праздничный. Сегодня Международный день школьных библиотек. Начиная с 1999 по инициативе ЮНЕСКО. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.